Доброе утро! 29 ноября в окружной столице пройдет региональная молодежная конференция. В студии директор Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа Югры Роман Михайлович Белкин. Доброе утро! Доброе утро! В прошлом году уже проходила такая конференция. В одном из интервью вы сказали, что мероприятие это станет традиционным. А тема конференции будет определяться с учетом запроса молодежи и работодателей. Подскажите, какой теме в этом году будет посвящена конференция? И получается не обманули традиционным. Ну смотрите, давайте так. Тема у нас будет назваться так «Молодежь на рынке труда. Взгляд в будущее». А действительно не обманул, вот мы в конференции традиционной станет. В прошлый раз мы немножко так сами себя чуть-чуть сковали, где-то немножко, наверное, такой более камерный формат. Возможно, на нас тогда немножко на нашу фантазию. Полет мыслей повлияли, и выход из ковидных ограничений, и вот это всегда все было. Да, конечно, это на все повлияло. В этом году гораздо все масштабнее и серьезнее. На сегодня уже более 300 участников подтвердили оффлайн, да, участие, и еще огромное количество возможностей подключения онлайн будет. Кто участвует у нас? Среди участников это старшеклассники, студенты выпускных курсов, это выпускники колледжей, это, конечно же, работающая молодежь. И вот среди спикеров это работодатели, крупные якорные работодатели, это предприниматели, это представители органов власти, это служба занятости ЮГРЫ, и коллеги из Москвы, из Томска, Федеральный центр компетенции, Министерство труда и наши коллеги из Томска, руководители кадрового агентства города Томска. Концепция в этом году конференции какова? Как я сказал, в масштабах мы серьезно подросли, поэтому работаем целый день с утра и до вечера. И до долгого вечера. Начинаем буквально с 8 утра, с бизнес-завтрака, в 9 утра у нас официальное открытие, церемония, 10 – это дебаты с предпринимателями, постараемся сделать такую интересную, знаете, как это, такие устоявшиеся, серьезные, солидные предприниматели и молодежь. Сойдутся. Такое немножко, ну, в условном бате, да, в добром. Но в споре рождается истина, как мы все знаем. Затем у нас три тематических площадки – это конструктор будущего, профориентация, самоопределение. Далее два направления – это путь к успеху, путь к карьере, путь к успеху. Мы больше здесь говорим о предпринимательстве. Путь к карьере – это о трудоустройстве, о работе в крупных компаниях, о строении такой карьеры, как это, в найме, да, будем так говорить. И навигатор клиентоцентричности – это уже такая немножко более, чуть более отраслевая история. Мы поговорим о работе службы занятости, о центрах занятости, как правильно и как эффективно работать с молодежью. Закончим все с трат-сессией, шесть интереснейших тем про образ будущего поговорим, про вызовы, про, наверное, какие-то ключевые ценности для молодежи. И постараемся из этого такую сделать, зафиналить, выжимку, чтобы уйти с понятной, знаете, такими, условно, непрограммными хотя бы заявлениями, но очень серьезными направлениями. Ну да. Вы сказали, что принимать участие будут успешные предприниматели. Расскажите подробнее о них, кто эти люди, у кого ребята смогут поучиться. Да, назову коллеги. Безусловно, мы постарались тоже совместить и серьезных, таких устоявшихся предпринимателей. Например, Василий Иванович Болесный, это ООО «Квартал», известный застройщик Ханты-Манси, да и, наверное, уже в Югре, наверное, один из крупнейших. Да нет, это действительно так, что в Югре. Молодые предприниматели Сергей Сыров, бизнес-тренер, как-то соучредитель кинотеатра «Киностар». Молодежь Марат Махтаров и Екатерина Ядрышникова, это СММщики, руководители СММ-агентства, HR-бренд, все, что связано. В числе и соцсетями. И Татьяна Симонова, основатель, руководитель школы «Скорочтение», социальный предприниматель. То есть все фронта, действительно разноплановые. Но помимо этого, наверняка, чем-то еще будете развлекать молодежь, потому что такая информационная часть, основная часть, она понятна. Она большая, она объемная. Это же молодежь. Какие-то развлечения. Мы все учли, это правда. Первое. Будет ярмарка. Ярмарка, выставка, можно будет приобрести товары, вот как раз таки предприниматели, которые производятся в Югре, здесь своими руками, что называется. Далее будет мастер-класс по беспилотникам, Кванториум о нем расскажет. Круто. Мне кажется, это такая интересная, плюс там виртуальная реальность. И еще вот из интересного, Югу презентует клуб, он у них называется «Клуб улучшаторов». Мне само интересно, что это такое. Что за улучшатор? Я даже знаю, что там у них, наверное, с лин-технологиями, с бережливым производством. Мне кажется, что-то вот там. И для молодежи батл-квиз. Квиз, плиз. Ну слушайте, все. Наш любимый квиз. Тут максимально, максимально полон будет их день. Ну что же, я, конечно же, прямо сейчас предлагаю обратиться к нашим телезрителям и лично пригласить их к участию в этой конференции. Поэтому, пожалуйста. Все эти камеры для вас. Да, уважаемые жители Ханты-Мансийска, югорчане, все, кто желает поучаствовать в нашей конференции региональной, я вас приглашаю 29 ноября. Начинаем работу мы с 8 утра. Будем ждать вас в гости. И если готовы сделать выбор в пользу вашего будущего, то нам с вами по пути 29 числа. Ну что ж, дорогие друзья, все на конференцию, все определятся. Молодежь, у нас все для этого есть. Роман Николаевич, спасибо огромное, что пришли. Доброго года утра. Желаем вам с гостем. Прощаемся. С вами живем в конце 2-2,5 минуты. Дождитесь. Продолжение следует.